Общее сведение. Красные плоские лишаи КПЛ полости рта – патология слизистой оболочки, для которой характерно формирование различных элементов с нарушением трофических процессов в пораженных тканях. Данное заболевание можно отнести к наиболее распространенным дерматозам полости рта. Его изолированные признаки встречаются примерно у 2% населения, однако среди больных кожной формы КПЛ оральные проявления развиваются у 50-75%. Пациентами, как правило, являются женщины в возрасте 30-50 лет, значительно реже патология встречается у пожилых людей и детей. Патологические очаги располагаются в задних отделах щек и позади малярной области, на деснах, языке, губах, слизистой оболочке твердого неба. Красные плоские лишаи полости рта – незаразная патология, ее возникновение связано с индивидуальной предрасположенностью конкретного индивида. Красные плоские лишаи полости рта – причины красного плоского лишая полости рта. На сегодняшний день в стоматологии не сложилась общепризнанной теории и наиболее прогрессивным взглядом на механизм возникновения. Заболевание считается иммуно-аллергическая гипотеза, рассматривающая его как многофакторную патологию, в основе которой – нарушение. Процессов иммунной регуляции Под воздействием экзогенных и эндогенных факторов изменяется клеточный иммунитет. Так, большая часть Т-клеток воспалительного инфильтрата относится к группе CD8+, а активация Т-клеток напрямую связана с повышением уровня TH1-цитокинов и молекул межклеточной адгезии в клетках лангерганса и макрофагах. Как следствие, возникает интенсивный воспалительный ответ. Еще одним механизмом этиопатогенеза красного плоского лишая полости рта выступает дегрануляция тучных клеток и активация матричных металлопротеиноз. По мнению некоторых ученых, хронический характер заболевания также связан с недостаточностью иммуносупрессивных механизмов. К провоцирующим факторам относят хронический стресс и сильные нервные потрясения. Большинство пациентов имеют проблемы с состоянием ЖК до поджелудочной железы и печени. Ряд исследователей отмечают взаимосвязь с КПЛ с эндокринами и сердечно-сосудистыми расстройствами, в частности, с сахарным диабетом. И гипертонической болезнью. Сочетание двух последних нозологий с КПЛ носит название «синдрома Гриншпана». К возникновению заболевания может приводить с травматизацией слизистой рта острыми краями зубов, нависающими пломбами, неграмотно подобранными протезами. Использование протезов из разнородных металлов провоцирует появление гальванических токов, изменяющих работу ряда ферментов слюной. И являющихся триггером красного плоского лишая в полости рта. Существуют также данные о токсико-аллергической природе заболевания. Так, лихиноидная реакция полости рта описана у пациентов, чья деятельность связана с проявкой цветной кинопленки, контактирующих с парафенилдиамином и имеющих в анамнезии данные о длительном приеме тетрациклина и препаратов золота. Симптомы красного плоского лишая полости рта. В отечественной классификации принято различать шесть форм КПЛ – типичную, экссудативно-гиперемическую, гиперкерататическую, эрозивно-язвенную, булезную и атипичную. Каждая имеет свои особенности течения, но при любых вариантах заболевания происходит образование патологических очагов или дефектов. Слизистые оболочки полости рта. Во многих случаях пациенты не высказывают каких-либо жалоб, но для некоторых форм характерны боли сжения во рту, усиливающиеся в процессе приема пищи. У 45% пациентов диагностируется типичная форма. При осмотре выявляют мелкие, диаметром до 2 мм, серовато-белые узелки полигональной формы, при слиянии образующие рисунок кружев. При экссудативно-гиперемическом варианте папулы серого цвета определяются на фоне отечной гиперемированной слизистой оболочки. Данная форма красного плоского лишая полости рта характерна для 25% пациентов. Для гиперкерататической формы свойственно наличие серых бляшек, имеющих тенденцию к постепенному огрубению и возвышению над окружающими тканями. Некоторые пациенты при этом отмечают чувство сухости и шероховатости во рту. Наиболее тяжелой формой, диагностируемой у 23% пациентов, считается эрозивно-язвенная. Ее характеризует выраженное воспаление и формирование на слизистой оболочке эрозии язв разнообразной формы. Их поверхность покрывает фибринозный налет, при его удалении патологические элементы начинают кровоточить. При данной форме капл пациенты обычно предъявляют жалобы на сильные боли и чувства жжения. Булезная форма диагностируется лишь у 3% пациентов и сопровождается образованием плотных пузырей диаметром до 1,5 см с геморрагическим экссудатом. Максимум через 2 суток пузыри вскрываются, оставляя после себя эрозии неправильной формы, покрытой фибринозной пленкой. При булезной форме дной эрозии быстро эпитализируется. Атипичная форма капл встречается в 4% случаев, элементы локализуются преимущественно на верхней губе и деснах. При осмотре нередко можно выявить расширение устьев слюнных желез. Важно отметить, что у одного больного одновременно могут наблюдаться признаки нескольких форм заболевания или трансформации одного вида в другой. Болезнь имеет хроническое течение с наличием периодов обострения. При красном плоском лишае полости рта существует вероятность малигнизации патологических элементов. О злокачествлении встречается всего у 1% пациентов, обычно у лиц пожилого возраста, имеющих длительный анамнез эрозии в наязвенной форме капл. В этом случае отмечается уплотнение инфильтрата в основании патологического элемента и усиление процессов кератинизации. Диагностика красного плоского лишая полости рта Для полноценной диагностики необходимо собрать подробный анамнез, включающий данные о генетической предрасположенности, перенесенных и сопутствующих патологиях, наличии провоцирующих факторов, аллергологической и иммунологической отягощенности и этапности развития симптоматики. Врачу-стоматологу следует помнить о возможности поражения кожных покровов и уточнить этот момент у пациента. Необходимо оценить состояние ортопедических конструкций, особенно если речь идет о металлических протезах. В таких случаях определяется электрохимический состав слюны и наличие микротоков. При необходимости пациента направляют на консультацию к дерматологу, неврологу, гастроэнтерологу, эндокринологу, аллергологу, иммунологу и т.д. может потребоваться биохимический анализ крови, оценка иммунного статуса и аллергологические пробы для выявления сенсибилизации к медикаментам, химическим и стоматологическим материалам. Но главным инструментом диагностики красного плоского лишая полости рта является биопсия с дальнейшим гистологическим исследованием полученного материала. К достоверным признакам заболевания относятся умеренно выраженная гиперплазия эпителия, признаки гиперпарокератоза, гранулеза. При этом в базальном слое отмечается незначительная вакуализация, которая при затяжном течении приобретает характер выраженной дегенерации. В субапителиальных слоях обнаруживается лимфоидный инфильтрат. При подозрении на малигнизацию необходимо провести цитологическое исследование полученного образца и на наличие атипичных клеток. Важную роль в диагностике играет прямая иммунофлюоресценция, при которой в субапителиальных слоях отмечается скопление IgM, реже и ГС-3. Для подтверждения диагноза мазки отпечатки с поверхности попул рассматривают в лучах лампы ВУДА, где патологические элементы дают желтовато-оранжевое свечение. Дивдиагностик основывается на сравнительной морфологии патологических элементов. Красные плоские лишаи и полость рта следует отличать от кандидоза дискоидной красной волчанки, вторичного сифилиса, лейкоплакии и ранних стадий плоскоклеточного рака. Для форм сопровождающихся наличием эрозик проводят дифференциальную диагностику с автозными поражениями, темфигоидом вульгарной пузырчаткой, многоформной ритемой, токсико-аллергическими реакциями и острыми формами СКВ.